Будет ли Кремль арбитром при новом раскладе на Южном Кавказе? Визит главы Европейского совета Шарля Мишеля, его комплементарная риторика и позитивные шаги Брюсселя в отношении Еревана, а также анонсирование визита президента Франции в Ереван вызвали бурю эмоций в Баку. Азербайджанские власти в данном случае можно понять, так как ЕС изначально занимал нейтральную позицию в регионе, более того до начала последней Карабахской войны он выступал против военных действий, а в нынешней ситуации Брюссель делает однозначную ставку на Ереван. Негодование Баку вылилось в штамповку однотипных статей, муссирующих тему потери суверенитета Армении, на самом деле, она потеряла уже, в построенный период, предательство со стороны Евросоюза, а также, это очень важно, попыткой выбить Россию из региона. Небольшое вступление. Начнем с того, что США, делая выбор между Евросоюзом и Великобританией, сделала ставку на Брюссель. Если быть точнее, на Германию и Францию, что видно по заявлениям американского президента Джо Байдена после встречи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. У британцев были свои «виды» на еврозону, так как они считали, что в случае, если Вашингтон выберет их, то ЕС без внешней подпорки распадется, что позволит им создать собственную зону контроля на их территории. Однако, этого не произошло. Между Францией и Германией с одной стороны и Великобританией с другой на данный момент есть противостояние. Именно это и происходит сейчас в регионе. США в Закавказье ведет себя относительно пассивно. Складывается впечатление, что вопрос решения региональных вопросов она припоручила Франции. Вместе с тем Вашингтон сохраняет свое влияние в формате Минской группы ОБСЕ, фактически, оставляя за собой право вынесения окончательного решения. Это и видно по последним переговорам и отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена, и по заявлениям американского посольства в Ереване. Так как Великобритания посредством Турции и Азербайджана ведет свою игру, пытаясь устаканить свое влияние в регионе окончательно по итогам Карабахской войны, то Франция будет пытаться балансировать с ней, вводя посредством ЕС свой фактор в игру. Необходимо указать, что мы не пытаемся изобразить из Франции однозначно, белого и пушистого игрока, просто в данной ситуации мы видим, что азербайджанские власти, посредством своего лобби в российских СМИ и некоторых ангажированных экспертов, пытаются представить складывающуюся ситуацию, как попытку выдавить из региона именно Россию, а не ту же Турцию или Великобританию. Все эти экспертные мнения и публикации созвучны с теми же, что можно проследить в азербайджанских СМИ. Совпадение? Не надо быть наивными, но самым интересным заявлением, на наш взгляд, является ввод иранского фактора в игру вне предложенной турецкой стороной платформы, 3. Мы говорим о проекте международного транспортного коридора, Север-Юг, МТКСЮ, который соединит Иран и Черное море посредством Армении и Грузии. Зачем Франция пригласила Иран в игру таким образом? Во-первых, в Париже понимают, что турецко-британская связка антагонистична Ирану по многим направлениям, в Сирии, в регионе, в Афганистане, в Ливане. Во-вторых, иранский рынок привлекателен для европейцев и Иран сам может предложить много чего европейцам. В-третьих, это создает баланс в торговле с Китаем, который пытается прорубить «окно» в Европу посредством различных проектов типа «Великий шелковый путь», его важность увеличивается с учетом открытия Зангизурского коридора. В-четвертых, Франция таким образом ломает связку Турции-Азербайджан-Грузии, целью которой является установление полного контроля Анкары над регионом с дальнейшим переходом к активным действиям в Средней Азии. В-пятых, выход ЕС и Ирана на рынок Армении не позволит турецкой стороне завладеть им, несмотря на то, что азербайджанские СМИ высмеивают факт закрытия Ереваном армянского рынка для Турции, мол, для турецкой экономики это не так важно, ситуация показывает, что Анкаре армянский рынок очень важен, в том числе и для контроля непосредственно страны, и для объединения всего закавказского рынка в единое целое, и для подпитки собственной экономики, то есть ресурсная база. В целом, получается, что, французская, ЕС пытается создать контрбаланы с своей связкой с Арменией и Ираном против связки Великобритания-Турции-Азербайджан, Грузия является нейтральной страной, за нее развернется борьба по итогам. Зачастую многие ненамеренно, а, возможно, и намеренно, не упоминают израильский фактор, который поверхностно не играет особой роли в региональной игре, однако на проверку он оказывается крайне активным, играя на выбивание Ирана и России из региона. Но давайте не забывать, что и действия Турции, и действия Франции действуют в ущерб российским интересам, но в худшем положении оказывается Турция с Азербайджаном у разбитого корыта с учетом нереализованных или стопорящихся планов по реализации проекта «Туран». Москва же в подобной ситуации никак не реагирует, но отсутствие реакции не означает пассивность, оно может носить выжидательный характер. Россия может сделать выбор в пользу баланса в регионе, выбрать проигравшую сторону в этой борьбе, поддерживать ее, чтобы торговаться, с ним. В этой ситуации Кремль, в первую очередь, будет защищать собственные интересы. Москва заранее знала о приходе ЕС в регион, предвидела и допускала такой расклад, достаточно вспомнить звонок Макрона Путину в начале июля, когда стороны обсуждали Карабахский конфликт и взаимодействие в рамках МГО БСЕ. С учетом того, что Россия сегодня совершает явные шаги в сторону Ирана, не скрывая своих связей, нельзя не исключать, что вступление Ирана в региональную игру согласовано с Москвой. У РФ Сири в этом раскладе своя игра, свои договоренности, свои расчеты. Тогда возможно ли, что Иран будет готов защищать российские интересы в Закавказье? Возможно ли, что Иран станет тот самым мечом, который рассечет Британа, Турецкая, Израиль и Азербайджанский узел? Возможно, что Россия просто выжидает, пока ЕС измотает британцев и израильтян. Может быть поэтому для России желательно участие Ирана в игре? Кроме того, никто не дает гарантии, что, если Россия вступит в игру, остальные стороны, Великобритания, Турция и ЕС, не объединятся против нее. Возможно, поэтому США ведет себя отстраненно, зафиксировав свою роль только в рамках МГО БСЕ, и точно так же выжидает, как Россия, исхода игры для того, чтобы диктовать по итогам свои условия игрокам. Вместе с тем мы не исключаем, что такой региональный расклад обсуждался Путиным и Байденом на встрече. Мог даже обсуждаться вопросы снятия с доски крупных фигур, которые не соответствуют, демократическим понятиям. Открытие Зангизурского коридора на руку Китаю, который в обход Грузии будет напрямую через Азербайджан в Турцию доставлять в коридор, и в данной ситуации по понятной причине выступает против этого маршрута. Видимо, поэтому ЕС, делегированная США, лоббирует прокладку МТК Сю от Ирана к Черному морю и, скорее всего, будет препятствовать открытию Зангизурского коридора. Насколько наши предположения верны, покажет время. В любом случае, шахматная партия только началась и до конца еще далеко, события дальше будут разворачиваться намного быстрее. Пиэс буквально на момент окончания статьи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. Пресс-секретарь подчеркнул, что «работа в этом направлении идет неплохо». Данный пассаж только укрепляет мысль о том, что Москва заранее знала о приходе ЕС в регион, готова к нему и ситуационному раскладу в Закавказье. Сулейман Талышханов, эксперт, политолог Талышского центра геополитических исследований.